В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Реконструкция Березки и глава администрации рассказала о планах развития лагеря. Лекарь и душевных ран. 22 ноября в нашей стране отмечается День психолога. Работы журналиста нашего канала отмечены в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты приступили к работе над муниципальным бюджетом. Администрация города внесла на рассмотрение народным избранникам проект решения главного финансового документа на 2019 год и на плановый период 2020 года. Традиционный бюджет будет дефицитным. Если говорить о 2019, планируемый объем доходов 3 млрд 476 млн 837 тысяч рублей. Расходов 3 млрд 561 млн 637 тысяч. Дефицит 84 млн 800 тысяч рублей. К детальному рассмотрению муниципальных программ, обозначенных в бюджете, депутаты приступят уже в следующий понедельник, 26 ноября. А 29 ноября в 17.30 в здании администрации города пройдут публичные слушания, на которых в обсуждении проекта бюджета смогут принять участие все желающие. К другим новостям о приоритетах при формировании главного финансового документа говорил на пресс-конференции и глава администрации города Алексей Голубев. Он отметил, что сегодня в бюджет закладываются те статьи расходов, которые позволят нам в следующем году получить софинансирование из бюджетов верхних уровней на реализацию важнейших городских задач, таких как ремонт 10-й и строительство 11-й школы расширения улицы Симашка и строительство дороги до новой детской поликлиники. Пообещал глава администрации то, что в 2019-м будут предусмотрены средства на ремонт инженерной инфраструктуры в лагере «Березка». Состояние лагеря «Березка» вызывает тревогу, признался Алексей Голубев. Он напомнил, что раньше на территории оздоровительного образовательного центра находилась воинская часть и все постройки и инфраструктура достались городу в наследство. Причем не в лучшем состоянии. С годами ситуация только усугубилась. Износ сетей, водоснабжения, водоотведения, износ котельного оборудования, он, конечно, за пределами всех мыслимых сроков и всего прочего. Кроме того, есть проблемы, связанные с тем, что в свое время там, если кто помнит, была баня, в которой произошел пожар. Это было лет, наверное, шесть назад. До сих пор пожар там так и остался. До сих пор ничего не сделано было. В реконструкции нуждается не только инженерная инфраструктура лагеря. Необходимо ремонтировать жилые корпуса, банно-душевой комплекс, бассейн, спортивный городок. По словам Алексея Голубева, в планах все эти объекты поэтапно привести в порядок. Сегодня мы закладываем средства для исправления всего, что связано с теплоснабжением, с водоснабжением, с водоотведением. Это однозначно в проект бюджета заложено. По котлу проблема была не в том, что мы деньги не заложили, а в том, что не успели отыграть конкурсы. Так бы должны были сделать до Нового года, но здесь из всех этих процедур все съехало на март месяц. Тем не менее, эта история будет тоже завершена. Напомним, этим летом, наконец, было отремонтировано 5 километров дороги до лагеря «Березка» от Дивеева до поворота на Коврез. К этому специалисту можно обратиться с любой проблемой, которая тревожит, причиняет дискомфорт и мешает жить. Его задача – помочь навести порядок в голове, в жизни, исцелить душевные и сердечные раны. 22 ноября в России отмечается День психолога. Этот праздник достаточно молодой и не носит официального характера, но это лишний повод вспомнить о тех, кто исцеляет душевные раны. Юлия Каледина работает психологом уже более 15 лет. Начинала она свой трудовой путь на телефоне доверия. Сейчас возглавляет социально-консультативное отделение в Центре социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Работа психолога в том, чтобы раздвинуть рамки видения ситуации. Причем в этом позволяет психологу не то, не его жизненный опыт, а его знания. Вот именно этому учат, что есть разные подходы. И одну и ту же ситуацию можно представить с очень разных сторон. К психологу люди идут с разными вопросами, однако решиться на этот шаг не всегда легко. Из практики видим, что за помощью обращаются люди, которые, правда, сильны духом, которые могут сказать, что да, я не справляюсь, да, мне нужна помощь. Я хочу разобраться, посмотреть на эту ситуацию, по-другому чувствовать, по-другому вести. И на это нужна определенная такая личностная смелость, решимость и готовность. В отделении, которым руководит Юлия Каледина, работают четыре психолога. Они проводят консультации и занятия для пожилых людей и инвалидов нашего города. В центре есть комната релаксации, где под руководством опытных специалистов можно снять стресс и расслабиться. Также в ведении сотрудников социально-консультативного отделения находится городская служба «Телефон доверия». За оказанием неотложной психологической помощи по номеру 5555 могут обратиться все горожане. Подземную газореспределительную сеть в Балыкове подготовят к реконструкции. По контракту геодезические работы должны быть выполнены до конца 2018 года. Инженеры проанализируют состояние коммуникации на улицах Кирова, Дорожной и Балыковской мостовой. В общей сложности специалистами будет обследовано 3 километра газовых труб. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В детской поликлинике на улице Курчатова обновили номера телефонов. В детстве пройдет день открытых дверей. Всех желающих к половине шестого приглашают в 411-ю аудиторию. Там можно будет узнать о факультетах, которые сегодня существуют в САФТИ. Абитуриентов и их родителей проконсультируют по вопросам поступления в ВУЗ, а также по желанию запишут на подготовительные курсы. Справки по телефону 39258. Серега Бионщик авторской программы «Дело по плечу» журналиста нашего канала Кирилла Васенина признана лучшим материалом о создании современной жилой застройки. Церемония награждения победителей третьего всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, созидания и развития состоялась 21 ноября в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Подробности далее. В состав жюри вошли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и генеральный директор Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. На суток спертов было представлено 400 работ из 55 регионов страны. Среди 14 победителей канал 16 стал единственным представителем Нижегородской области. Само награждение проходило в большом зале заседаний. То, что видят люди в федеральных новостях, когда снимают что-то про Министерство строительства, вот мы были, находились в этом зале, перед нами сидел министр, перед нами сидели высокопоставленные чиновники ЖКХ и так далее. Люди говорили о том, что мы сделали большую работу. Дело по плечу выходит на нашем канале уже полтора года. За это время Кирилл успел попробовать себя в роли пиротехника, ветеринара, пожарного, кинолога, футбольного тренера, ледовара и даже мастера по маникюру. В выпуске программы, который занял призовое место на конкурсе, Кирилл Васенин рассказал о технологии возведения габионов в жилом комплексе «Саровская ривьера». Я не отношусь к этому как к личной какой-то победе. Это победа в первую очередь коллективов. Победа не только журналиста, но и оператора, монтажера, административного корпуса нашей студии, которые договаривались о съемках, потом согласовывали какие-то моменты определенные в монтаже и так далее. То есть такая победа, которая досталась всему коллективу, несмотря на то, что ездил я туда один. Программу «Победительницу. Дело по плечу габионщик» можно посмотреть на нашем канале в YouTube и группе ВКонтакте. В выставочном зале детской школы искусств номер 2 на Московской открылась персональная выставка работ члена Союза художников России Татьяны Есенниковой. Экспозиция представлена в рамках областного фестиваля керамики «Живая глина». Художник-керамист сочетает в своих работах графику и керамику. Большинство работ выполнено в смешанных техниках. Автор назвала свою персональную выставку «Эхо». По работам художника можно проследить за самыми яркими моментами его творческого пути. На протяжении не одного десятка лет преподаватель детской школы искусств номер 2 Татьяны Есенниковой создавала на холстах интересные образы. Иногда идеи для нового произведения искусства художнику диктует сама глина. Обжиг дает свое, и материал дает свое. То есть глина заставляет уже как-то по-другому видеть это пространство. Оно делится на какие-то фрагменты, добавляет совершенно неоткуда взявшиеся детали. В экспозиции представлены работы в смешанной технике. Сама художница называет это авторским стилем. Татьяна Есенникова старается сочетать на одном холсте графику и керамику. Вымышленные персонажи, написанные акриловыми красками, дополняют фактурные детали из обожженной глины. Когда даже у меня ученики начинают работать, я всем говорю, глина вами руководит. То есть пока вы не научитесь ею управлять, она достаточно податливый материал. И очень интересный в работе, представляет вообще широчайший диапазон. Начиная даже просто с цвета, фактуры, и кончая просто возможностью изобразить то, что хочет художник. Работы Татьяны Есенниковой хранятся в фонде городского музея и в частных коллекциях. Поводом показать их миру стал областной фестиваль керамики «Живая глина», который в эти дни проходит в нашем городе. Увидеть картины мастера можно в выставочном зале детской школы искусств номер 2 на Московской. Зима уже заявляет о себе первым снегом. Самое время подумать о новой шубе. Тем более, что в Ледовый дворец с выставкой-ярмаркой своих изделий приехала кировская фабрика «Зимняя сказка». Всего несколько дней у вас есть возможность приобрести шубу из качественного меха с ощутимыми скидками. Классическая норка и демократичный мутон, теплый енот и стильный кролик Рекс. Более тысячи изделий из натурального меха представлены в Ледовом дворце на ярмарке «Зимняя сказка». Приобрести шубку или куртку со сказочными скидками можно с 22 до 25 декабря. В этот раз для вашего города у нас специальное предложение. То есть вот такую норковую курточку можно приобрести по цене всего лишь за 27 тысяч рублей. Данную курточку из мутона по смешной цене 7 тысяч рублей. Также на нашей выставке есть и старые акционные приложения. Курточку из кожи можно приобрести по цене 4 тысячи рублей. И вот такую курточку из халфайбера по цене за 1 тысячу рублей. Натуральная шуба согреет вас в самые лютые холода. А ассортимент моделей на выставке «Зимняя сказка» позволит вам выбрать изделие по душе. Цены на мутоновые шубки здесь начинаются всего от 7 тысяч рублей. Это самый доступный мех, но при этом стильный и ноский. Современные технологии выделки позволяют шить модели, которые отвечают всем модным тенденциям. Необычный крой, различные расцветки, отделки рукавов и карманов удачно выделяют шубы от «Зимней сказки». Норковые шубы – это уже не просто пальто на зиму. Это удачное вложение средств. Прослужит такая шубка вам долгие годы и при этом никогда не выйдет из моды, потому что изделие из норки – это вечная классика. Шубы из чернобурки и енота для тех, кто любит очень теплые изделия. Модели «Автоледи» для тех, кто передвигается на автомобиле и мечтает о короткой шубке. А еще шубы-трансформеры. Покупая одно изделие, вы получаете сразу три. Традиционно на выставке «Зимняя сказка» большой выбор курток из ака кожи и холофайбера, меховые жилеты, а также огромный ассортимент головных уборов, меховые варежки, домашняя обувь и сувенирная продукция. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях. Для удобства покупателей на нашей выставке присутствует наша внутренняя рассрочка фирмы. И за наличный расчет, в зависимости от модельки, мы делаем скидочки до 50%. «Зимняя сказка» в Ледовом дворце с 22 до 25 декабря. С 10 утра до 19 часов. Лучшее средство профилактики простуд и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство как лекарство используют уже много веков, и при этом мед очень вкусный. Тем более, когда есть из чего выбрать. В Центре культуры и досуга в НЕФ начинает работу выставка «Медовая феерия», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками, на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры и досугах от СНЕФ. С 22 по 24 ноября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловые лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке медовой феерии вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка медовой феерии работает в Центре культуры и досугарфе от СНЕВ с 22 по 24 ноября с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова